МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Михаил, про какой вид единоборств на этот раз мы расскажем нашим телезрителям? Сегодня мы расскажем о контактном, игровом, силовом и командном виде спорта. А данный снаряд помогает хулиганским шалостям воплотиться в настоящие джентльменские навыки. И все это о регби. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире МТВ самая спортивная программа «Кузница чемпионов». И мы начинаем! Регби. Олимпийский контактный командный вид спорта, целью в котором является совершение результативных действий, а именно поражение ворот соперника или занос мяча в заветную зону оппонента. В отличие от футбола, в регби разрешены касания мяча руками. Существует много разных версий возникновения регби, но официальное признание получил лишь одна из них. Принято считать, что основоположником регби является Уильям Уэб Эллис, учащийся школы города регби в Англии. В то время существовало несколько разновидностей футбола, и регламент матча допускал касание мяча рукой. Однако перемещаться с ним не разрешалось. У этой гипотезы не доказательств. Но она укоренилась в регбийной культуре, а Уэб Эллис стал легендой и символом игры. В 1845 году ученики впервые попытались сформировать правила регби, а через три года свод правил составили и студенты Кембриджского университета. В 1871 году состоялся первый матч между Англией и Шотландией. Позже свои сборные появились в Ирландии, Уэльсе, а вместе с ними и Кубок домашних наций. В конце 19 века был создан Международный совет регби, но только в конце века 12 начали проводить чемпионаты мира. А география игры значительно расширилась. Первым победителем мирового первенства стала команда из Новой Зеландии. Сегодня самые сильные команды планеты – страны Южного полушария, а в Европе – Англия, Уэльс, Франция и Шотландия. Уже в сентябре 1923 года, спустя 100 лет после случайности Уильяма Уэб Эллиса, московский стадион «Буревестник» принес вести о первой официальной игре в истории советского регби. Команда «Общество физического воспитания трудящихся» и московского речного яхт-клуба открыли первую страницу нового для Союза вида спорта. Друзья, ну пришло время узнать больше об этом интересном виде спорта с главным тренером спортивного клуба «Ротор» регби, мастером спорта и призером многочисленных международных турниров Георгием Сергеевичем Веливановым. Приветствую вас. Ну расскажите, пожалуйста, нам о регби. Что это такое? Регби в России, да, оно у нас родилось более 100 лет. И на данный момент этот вид спорта дает очень большой толчок у нас. В России идет толчок этому виду спорта, касаемо детей, студенческого спорта и профессиональных команд. Что вас вдохновляет в регби? Что дает этот вид спорта? Почему вы его выбрали? Здесь у тебя секции ежедневной тренировки, так же, скажем, в школе. И самое главное, что это, как говорили мне родители, да, что ты становишься дисциплинированным человеком. То есть дисциплина – это очень важно. Что касаемо и в нашем спорте, и в любом, вообще в любом спорте, индивидуальный или командный. Расскажите больше о том, кто, из кого составляете команду, с какого возраста можно начинать занятия регби. Вообще существует несколько программ «Get in Rugby». Это для деток, начиная с 4 лет. У нас есть тег-регби. То есть там детки, у них одеты ленточки, они срывают друг другу ленточки. Это очень распространенная программа сейчас в России. На данный момент в учебные учреждения в Волгограде мы внедряем эту программу, и с 1 сентября она будет у нас работать. С 1989 года в России начало развиваться женское регби. Первые команды появились при высших учебных заведениях. А воспитанница Волгоградского регби – мастер спорта. Анна Гаврилюк была игроком сборной России. На своем примере спортсменка доказала, что девушка может с любительского уровня подняться до профессионального спорта. У нас сборная России женская является самой успешной среди всех наших коллективов, так скажем. Они, по-моему, пятикратные или шестикратные чемпионы Европы. Они ежегодно участники Кубка Мира, самого-самого главного. Наша женская регби очень сильно развивается. У нас также существует чемпионат России по регби 7 среди женщин. И сборная России на данный момент в мировом рейтинге, по-моему, входит в пятерку. Эту игру называют хулиганской для джентльменов. Или хулиганы, становящиеся джентльменами. Почему? Регби – это хулиганская игра для джентльменов. Потому что хулиган, вступив на поле, он докидывает здесь свою агрессию, но в рамках этих правил. Это то место, где дает тебе выплеснуть эту агрессию в контактах, в борьбе, но в рамках правил. У нас очень строгое уважение друг к другу. У нас нет места дракам, у нас нет места разговорам с судьей. Нет места… У нас вот здесь это самодисциплина, дисциплина – это все вот здесь. Но когда ты приходишь вот настолько активный, ты не можешь на улице это выплеснуть. Приходи сюда. Что первым делом представляешь, когда слышишь слово «регби»? Что это игра, где берут овальный мяч и несутся через все поле вместе с ним. Все друг друга толкают, а на площадке постоянная куча мала. И для всего этого есть и специальные названия – рок, мол, схватка. А ведь где-то на краю света, прежде чем играть, люди танцуют и громко кричат. Уникальная традиция. И что играют только здоровяки, а значит, если ты не силач, то тебе в регби не место? Нет, это не так. Регби – это игра для всех. Игра, которая раскрепощает людей. Это целый мир полный отважных спортсменов. Любительский регбийный клуб Волгоградской области был создан в 2009 году. И называется он «Герои». Годом позже была зарегистрирована Федерация регби Волгоградской области. Региональная сборная появилась уже в 2013-м. В команду вошли спортсмены клубов «Герои» и «Волга». С 2020 года регби у нас в регионе пришло под крыло спортивного клуба «Ротор». И здесь уже в команду влились профессиональные игроки, профессиональный тренер. И команда заявила свысшую лигу регби России. На протяжении двух сезонов там выступала. Вот сейчас, скажем, третий сезон будет более экспериментальным, чем в том году. За два года команда сделала большой шаг вперед. Ну, в основном благодаря ребятам-профессионалам, потому что ребята, которые занимаются здесь, в Волгограде, они увидели, к чему нужно стремиться, и заметно вырос уровень. Для освоения современной техники и тактики игры, достижения высоких спортивных результатов, регбисты должны быть физически крепкими, выносливыми и сильными. Это можно заметить, если посмотреть соревнования ребят. То есть там 13-14 лет, они такие скоростные, но физически не оснащенные. Там к 17 годам это уже такой полноценный спортсмен, там под 100 килограмм весом. И готовый, скажем так, к профессиональной игре. Ну и профессионально в регби с 18 лет можно заниматься. По некоторым позициям возраст еще выше. Как и в любом виде спорта, у регбистов есть ограничения по здоровью. Когда ты приходишь, ты обязан пройти медобсвидетельствование. То есть на предмет наличия у тебя каких-то врожденных болезней, врожденных дефектов. Я в плане имею в виду сердце, дыхание. Как везде, то есть там плоскостопие и прочее, пятое-десятое. То есть вещи, которые в любом спорте будет тяжело. В регби играют спортсмены с разными телосложениями. Крупные игроки ростом до двух метров великолепны в нападении, а с защитой справляются невысокие, но быстрые спортсмены. Ну что, ребят, готовы узнать о регби теперь на практике? Готовы. Ну да, готовы, конечно. Погнали. Пойдем. Теперь нам надо провести разминку, чтобы приступить к более контактным действиям. Антон, выходи в центр и начинаем за ним повторять. Подготовиться к игре спортсменам помогает обычная разминка. Простые упражнения не только разогревают мышцы и связки, но и помогают снизить риск получения травм. Затем берем в руки мяч, который совсем не похож на привычный для остальных видов спорта круглой формы. Мяч для регби – это вытянутый эллипсоид. Как правило, его изготавливают из кожи или синтетических материалов. А затем покрывают специальным составом, который отталкивает грязь. Длина мяча 30 сантиметров. Вес меньше полкило. В нашей игре есть единственная особенность. Этот мяч мы передаем только назад. Нельзя его бросать вперед, но можно пинать его вперед ногой. Но мы сейчас с вами разберем простой элемент, как передача мяча. Встаем друг напротив друга и просто пробуем его друг к другу. Побросали буквально пару раз. Почувствовать, как он летит. Мяч бросать и ловить научились. Теперь переходим к стандартным положениям. Существует несколько тактик. Схватка, рак, молк, коридор и аут. Чистая ловля, захват, свободные и штрафные удары. Во время матча важно развивать максимальную скорость, но для этого нужно научиться эффективно двигаться. После того, как игрок освоит механику движения, он может сосредоточиться и на оптимизации техники и скорости бега. В завершении тренировки поиграем и покажем, что мы усвоили за время занятий. Мы сейчас не будем применять контакт. Мы играем в такую разновидность, как регби-тач. Двигаемся только вперед или передаем мяч только назад. Если вас соснулись, вы выкладываете этот мяч. Рядом с вами ваш товарищ передает этот мяч дальше. Наша задача положить попытку в заотчетное поле. Команда по регби Аграрного университета тренируется всего-навсего год, но уже добилась больших успехов и ждет новичков. А капитан команды готов рассказать, как преодолеть страх и неуверенность в себе. Не каждый человек сможет себя подготовить, перебороть. Но я считаю, нужно попробовать. Попробуешь, и ты поймешь, твой ли это спорт или нет. Регби дает неуверенности не только в жизни, но и в самом себе. Тем самым я себя могу чувствовать уверенно, как поддерживая себя физической подготовки, так и, наверное, в умственной. Потому что регби – это не только бей, беги, бей, но нужно думать головой. Регби – это один из самых интересных и элегантных видов спорта. Классическое регби – это 30 человек на одном поле, у каждого из которых своя роль. Но все они работают слаженно, с одной общей задачей – победить. В регби может найти себя любой человек. Он найдет себе позицию на поле и может реализовать себя. Также, если вас не интересует какой-то карьерный рост, то это хороший способ для того, чтобы выплеснуть эмоции. Я всегда болею за ротор, я всегда болею за регби. И сейчас у нас, так сказать, обновление состава, прилив молодой крови. И я думаю, что они реализуют свои амбиции в ближайшем будущем. Чемпионат мира – самый престижный чемпионат по регби. Проводится раз в четыре года. Кубок шести наций – ежегодное международное соревнование по регби, которое проводится среди шести сильнейших сборных Европы. Англии, Ирландии, Италии, Уэльса, Франции и Шотландии. Чемпионат регби – ежегодный турнир по регби, в котором участвуют четыре сильнейшие команды Южного полушария. Австралия, Аргентина, Новая Зеландия и ЮАР. Как тебе знакомство с регби сегодня? Я очень сильно впечатлен и никогда не мог подумать, что регби может развивать не только физические качества, но и умственные. А тебе как сегодняшний день? Действительно, я убедился на себе, что он развивает скоростно-силовые, поднимает командный дух и выносливость. И приятно этим заниматься. Друзья, открывайте мир спорта на телеканале НТВ с кузницей чемпионов. Друзья, занимайтесь спортом. Мяч у вас! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...